Сейчас у нас в студии диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук и автор книги «Маркёры старения. Десять шагов к вечной молодости» Инна Каноненко. Инна, доброе утро. Доброе утро. Инна, ну вот такой сразу, наверное, самый смешной вопрос. Масленица в стиле ЗОЖ. Возможно ли это? А вообще не смешной, правда? Вообще это возможно. Да вы что, и как? Существует достаточно большое количество рецептов диетических блинов, в которых, например, молоко коровье можно заменить на минеральную воду газированную, или где пшеничную муку можно заменить на муку кокосовую, кукурузную, миндальную. То есть достаточно много разных. А растительное молоко можно же в блины добавлять? Да, можно добавлять. С каждым вашим словом у меня глаза все шире, шире и шире. Слушай, не представляю. Блины на газировке. Это вот возможно, да? Василий, ты сейчас позоришь всех вообще, нас, любителей, готовить. Конечно, возможно, я тебя научу. Я сам люблю готовить блины, подожди. Вы знаете, что самое интересное, целую неделю будет длиться этот день. Конечно же, по возможности мы все будем есть каждый день самые разные блины. А не будет ли это шоком для организма? Каждый день блины, то есть получается мучное, хоть и из правильной муки. Не надо ли как-то готовиться к этой неделе специально? Нет, шоком это для организма не будет. Просто нужно в эту неделю, скажем так, исключить или уменьшить количество других углеводистых продуктов. То есть, например, не есть в эту неделю хлеб или булку или какую-либо другую выпечку. Не употреблять крупы или есть круп гораздо меньше. Не употреблять фрукты. Заменить фрукты, например, на ягоды. Там же вот блины можно добавить клубнику. Будет очень вкусно. Вот, я как раз-таки про начинки хотел спросить. Вот какие самые такие диетические, чтобы действительно минимизировать последствия потом после масляницы? Вот сливочное масло, про которое как раз говорили в сюжете, его хорошо добавлять в блины, потому что блины все-таки как продукт углеводистый, а мы добавляем в сливочное масло жиры, и за счет этого углеводы не будут так быстро всасываться у нас в желудочно-кишечном тракте, и не будут так сильно повышать уровень глюкозы, и плюс будет сохраняться больше чувство сытости. Ой, я прослушала. Это с чем? Это со сливочным маслом. А вот смотрите, а если мы сливочное заменим на топленое сливочное масло, это тот же будет сохраняться вот этот хороший эффект? Это будет даже еще лучше, потому что топленое масло, оно даже намного считается полезнее, чем сливочное масло. Но его надо уметь правильно готовить, потому что не все это делают правильно. То есть, когда мы, если дома делаем самостоятельно топленое масло, что надо сделать? Не просто его начинать жарить на сковородке, да, а мы берем какую-то емкость, наливаем в нее воду, в эту воду кладем кусочек сливочного масла, дальше ее даже не нужно доводить до кипения, то есть буквально вот пошли вот эти пузырьки, когда температура воды около 80 градусов уже будет, да, можно уже эту воду сливать, да, поставили масло в холодильник, на следующий день достали, опять ту же самую процедуру сделали до тех пор, пока вот эта вода не будет прозрачной. И за счет этого из масла будет удаляться избыточное количество там остатков этих углеводов, белков, то есть больше будет жир, жир будет более качественный, и более доступны будут становиться витамины. Это полезно для нашей микрофлоры и кишечника, такое масло топленое. Инна, спасибо вам огромное, но вот на самом деле вот раскрыли мне глаза, что действительно масленица в стиле ЗОЖ это реальность, попробуем. И блины на газировке. И блины на газировке, да, я попробую, правда, сделать такие вещи. Можно на мясном бульоне еще сделать. Ох, 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 ну это не совсем ЗОЖ, но Василий, я уверена, сварит это в первую очередь. С удовольствием. Инна, мы вас благодарим, Инна Каноненко, диетолог, нутрицолог, кандидат медицинских наук, спасибо вам большое, с вами масленица вкуснее. Вкуснее.